Можно сказать, что это образцово-показательный автобус. Всё соответствует нормам. И двери в порядке, и фары работают. Есть две аптечки и огнетушители. Работает и кнопка вызова водителя. Сегодня сотрудники ГИБДД вышли в рейд, чтобы проверить, соблюдают ли водители автобусов правила перевозки пассажиров. Автоинспекторы ждут общественный транспорт на конечных остановках, в разных уголках города. Многим водителям скрывать нечего. У них всё в порядке. Как думаете, нужны такие проверки или нет? Естественно. Почему? Потому что надо нашего брата проверять. Во многих автобусах есть небольшие нарушения. В одном не работает кнопка вызова водителя, в другом сломан клаксон, а в третьем не хватает огнетушителя. Где второй огнетушитель у нас? Второй огнетушитель у нас. Здравствуйте. Второй огнетушитель у нас, видимо, был использован. Видимо, был использован, да? То есть у вас имеется только один огнетушитель, да? Пренебрежение правилами безопасности может повлечь серьёзные последствия. Стоит напомнить, что в начале марта в микрорайоне Талица загорелся автобус. К счастью, никто не пострадал. Пассажиров вовремя эвакуировали. Сегодня в ходе проверок автоинспекторы выявляют десятки разных нарушений. Также было составлено три административных материала по статье 12.31.1 КОАП РФ. Это нарушение требования обеспечения безопасности перевозки пассажиров. К административной ответственности привлечены водители автобусов. Кроме того, к административной ответственности привлекут и руководители автопредприятий. Сотрудники ГИБДД говорят, что продолжат подобные рейды. Проверки будут проходить в Первоуральске примерно раз в месяц. Продолжение следует...